Начинаем сегодня обсуждение нашей недельной главы. Как она называется? Кто-то может мне сказать? Кто-то помнит? Глава называется Бэ-Ар. Что же такое Бэ-Ар? Бэ – это предлог В. И ар – это гора. Иногда это Г, украинская Г, но она очень-очень легкая. Бэ-Ар. И вот сложно произносить, поэтому его пропускают. Получается Бэ-Ар. Бэ-Ар – это гора. И что ж это за гора такая? Кто-то может мне сказать, что это за гора? Что там на горе происходит? Что там происходит на горе? Это гора. Гора Синай, да? Помните, когда мы с вами начинали… Синай. Синай, гора Синай, да? Гора Синай, там, когда мы разбирали недельную главу Итро, да, я вам рассказывала, что это не та, там, Синай, да, которая вот на Синайском полуострове. Вот. Она немножко другая, вот такая Синай. Вот. И вот давайте… Я вот сейчас нашла эту нашу старую, да, презентацию еще, Синитра, повторим, как выглядит гора Синай, да? Думаю, вы все хорошо знаете географию, да, знаете, где Синайский полуостров, да, и мы сейчас немножко повторим, да. Вот. Она считается, что она в Египте. В Египте туда возят туристов, туда возят экскурсии. Вот так вот она примерно выглядит, да? Там… Вот. Вот есть монастырь Святой Екатерины православный, вот подножие горы Синай. Вот. Я там была, кстати, и там есть даже один монахт из Украины. Они там даже украинский язык знают. Вот. Но оказывается, это не совсем так, не совсем правда, что реальная гора Синай, да, это гора Карком, которая находится в пустыне Нагиев, да. И она находится на территории Израиля. Вот. И там именно археологи обнаружили следы, что там были люди в этот период, которые описывают историю, да. Вот. И вот это вот в этих вот окрестностях. Потому что нынешнее, то, что мы видим на нынешней горы Синай, это очень поздняя христианская традиция, да, она не совсем правильная. Вот. И вот таким образом, как-то вот на окрестностях коры Карком, да. Вот. Поэтому нужно узнать, что это не тот Синай, который на Синайском полустрове Египта и туда возят куритов. Это уже сделали намного позднее. Так. И вот именно на вот этой вот горе, да, вот этой горе происходят все эти события, да. Еще раз Всевышний напоминает о необходимости исполнения различных. Не взвод. Вот. И прежде всего снова напоминает о нецеле соблюдения субботы, да. Очень важно. И поэтому я вам снова нашла мультик, нашла мультик на, из нашей серии, да, «Тайная комната» и снова на тему соблюдения субботы. Ну, что там. Вот это с сиреной Египта. Вот. Я сегодня в Палермо нахожусь на Сицилии, да. На Сицилии провожу. Вот этот урок такой. Так. Хорошо, да. Сейчас давайте посмотрим инфек. Еще раз о том, что такое у нас суббота, да, соблюдение субботы. И потом будем дальше обсуждать, да, нашу недельную годы. Так. Выходит. Сейчас, сейчас. Минуточку запускается. Что-то не хочет. Погодите. Так. Угу. Он запускается. Так. О, все. Угу. Подожди. Сейчас оно запустится, забросится, да. Видно? Здесь все что-то непонятно. Вместе все пойдет. Мы, только подниму. Здесь изучения невероятные. Руки не стеряют тайная смех. Здесьажка, юзаня, три Adventure access. Первый могучий народ. Да, люди работают разрешические было. «Угу». Здесь все является трейлер субботы. Здесь все что-то непонятно. Вместе все пойдет. Мы, только подниму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видно вам, да все там? Даня! Яша! Даня! Слетайте с Яшей на ковер Лучше помоги мне потом Ставить свечи в подсвечник Мама, я чуть позже Прям вот дочитаю и сразу Это важно У всех важны эти Ты тоже это видела? Я и сейчас вижу Эта дверь в тайную комнату Она еще никогда не появлялась сама Может что-то произошло? Там же Яша! А что? Ой! Эй! Я здесь! Сюда! А где Яша? Вы его не видели? А при чем тут Яша? Меня надо спасать! Огодите! Вы же наш пятисвечник Как вы сюда попали? Вас, наверное, мама ищет? О! Молодой человек понимает Да! Ваша мама скоро начнет меня искать А почему? А потому что Кое-кто не захотел ей помочь Ой, ненарочно! Мы вас обязательно спасем! Только сначала Найдем Яшу! Дедушки! Спасайте меня! Меня ваша мама ищет! Что это, Даня? Это же твоя кукла, Дина! Я забыла ее убрать! Давай, друг, Дина! Надо вернуть эти свежие куклы! Верните меня! Спасите меня! Время ищет! Ой, здесь! О! О, нет! Что это? Это моя зарубь с нитками! Даня, мне не запрыгнуть! Держи нитку! Покоропитесь! Спасли, спасли! Да не совсем! Надо бы меня зажечь! А то я темноты боюсь! Это же твой журнал! Вот он! Как темно! Смотри! Сочет! Дай мне! Я свещу! Что? Какие-то трудности! А гладкость! Я поняла! Что? Снежки хочу зажечь, чтобы я и мама! Поэтому огонь тебе дай мне! Точно! Ты права! Субботние свечи зажигают жажейшие девочки! А-а-а! Что это? Ты как смотришь! У нас проглотит! А-а-а! Смотри, Леша! Яша! Друзья, мы спасем! Ой, ты! Мы спасем! Умницы! А теперь угадайте, кто из поддержников ваш! Ну, который из нас ваш! Сколько должно быть свечей? У меня ворона пять! У него пять свечей! Хорошая зрительная память и только! А вот почему у меня пять свечей? Просто пять! Это спасибо! Ох, какой быстрый ответ! Мама так меня ждет! А-а-а! Помнишь, Дина? Год назад мама зажигала четыре свечи! А потом, когда родился Яша, стала зажигать пять! Потому что... Да потому что у нас в семье стало пятеро! Я, мама, папа, ты и Яша! То есть Рэбби Мэн! О, вот теперь я вижу, что вы хорошие детки! Сообразительные! Смелые! Первый шаббат на свете – седьмой день создания мира, когда дворец отдыхал возле шести дней творения. В доказательство нашей веры мы тоже отдыхаем и соблюдаем шаббат, царицу Зуму. Перед шаббатом евреи готовят особую вину, купаются, нарядно одеваются. Каждую пятницу еврейские женщины и девочки зажигают шаббатные свечи. Девочки с трех лет зажигают одну свечу, замужние и женщины две, а с появлением детей добавляют свечи по количеству детей. Важное дело! Мама, я хочу помочь тебе с субботними свечами! Да, но ведь и свежий куда-то проходит. Только что был тут. Ничего не понимаю. Вот он! Странно. Только что его не было. Надо торопиться! Скоро закат! Пять свечей за всех нас! И моя свеча в моем подсвечнике. Итак, мама раз, Даня два, Дина это я три, Яша четыре, А, два пять. Ха-ха! Мама! Мама! Наступил шаббат! Шаббат шалом! Шаббат шалом! Ну что, дочки-мама! Хорошо! Будем играть в Робби-мэна! Так, все хорошо, да? Посмотрели. Так, и тут, видите, о чем он рассказывает, немножко поговорим о темном мультике, да, говорит о зажигании свечей, да, зажигании свечей, именно это митцва для женщин, это женская митцва, девочки зажигают и женщины, да. Единственное, что видно, меня слышно, нормально, я вас не очень слышу, да, я вас не слышу. Слышно и видно. Нормально, да, потому что я вас не слышу, думаю, что ты со звуком, да, вот, и это именно в женщин, обязанность женщин, да, очень важная митцва для женщин зажигать субботние свечи, даже если мы где-то в дешевле. Мы тоже зажигаем. Да, конечно, конечно, я тоже люблю очень. Даже когда я путешествую, я стараюсь зажигать свечи. Ну, там только единственное, надо смотреть, чтобы в гостинице не было противопожарной сигнализации, да, потому что противопожарная сигнализация. У меня есть специальные свечи, у меня есть специальные подставки. Да, да, конечно, да, у меня тоже есть специальные, да, специальный даже такой даже походный набор, там, где можно в дороге зажигать свечи. Ну, и вообще, как бы, если, например, нет возможности зажечь помещение, да, где мы находимся, можно пойти в синагогу, либо пойти в другое место, да, где зажигают свечи. Например, в Венеции для путешествующих в кошерном ресторане, да, есть место, где женщины могут зайти и перед шамбатом зажечь свечи. Да, потому что, ну, не в каждом гостинице, да, это нужно. Бывает, что срабатывает пожарная сигнализация, и приходится, потом приходят и свечи тушат, что нельзя, как бы, да, чтобы был открытый огонь. Есть, как бы, определенного рода сложности, да, но если у меня себя дома, да, тут, как говорится, никто нам мешать в этом не будет, да, и, видимо, можно зажигать либо одну свечу, да, зажигают девочки, либо незамужняя женщина, девушки, да, но можно зажигать дверь, да, потому что, говорится, шамур, везохор, помни, соблюдай и помни, да, говорится, поэтому, как бы, либо одну, либо две, я везде зажигаю, шамур, везохор, да. Да, вот так вот, да. Даринка, тебе все понятно, да, что там, немножко на таких сложных матерях? Да. Ну, все понятно, я думаю, ты тоже, ты тоже уже свечи, зажигаешь, да, ты это тоже знаешь, вот, и потом, как мы тут объяснили, что если дети появляются, да, в семье, по количеству детей еще добавляются свечи, да, то есть минимум 한 две, да, вот, да, вот, да, вот, да. Вот такой вот, как говорится, подсвечный, да, вот, классно, да. Я, к сожалению, свой показать не могу сейчас, покажу как он. Вот. Нет. И вот это вот очень важная мецла. Ну, бывает, что, например, кто-то, молодой человек студент, еще не женатый, где-то поехал учиться, и нет рядом никаких еврейских женщин, он живет один, и вот тогда он может сжечь, тогда мужчина может сжечь стучек уже, если нет никаких женщин, как он вокруг него. Ну, говорится, тоже может эту мецлу зажигание свечи. Ну, это как бы, в принципе, это женская. И вот говорят, что очень это красиво, что три тысячи лет назад еврейские женщины зажигали свечи, и пройдет еще три тысячи лет, все может поменяться, все будет другим, но одно будет неизменным, что при наступлении шабата еврейские женщины зажгут свечи даже через три тысячи лет. Видите, какая это преемственность поколения. Просто зажигаем свечу, но мы уже соединяемся в целую цепь поколений, которые это делали до нас и будут делать после нас. Хорошо, теперь мы снова возвращаемся к нашей недельной аквалии и далее обсуждаем, о чем же она рассказывает. Там очень много-много важной информации. Понятно, что не столь сейчас важно для нас, как обращаться с невольниками, с рабами, потому что сейчас рабства, как говорится, слава богу, нет. Но раньше как бы были такие формы, но они все равно были немножко другими. Но прежде всего, опять-таки, как и в главе к Дашим, идёт разговор с святостью. И тут мы рассматриваем святость времени. И каждый седьмой год семиведнего цикла, это шметал, освобождение, когда землю оставляют под паром, чтобы она отдыхала. Почему? Потому что таким образом мы показываем, что земля... Который пишет, что шесть лет зажил поле своё, и шесть лет обрезай виноградник свой и собирай плоды её. А вот был седьмой год, суббота, покой земли. Да, вот это называется шметал, освобождение. Потому что нельзя эксплуатировать природные ресурсы бесконечно, да. Они конечные, то есть нужно очень осторожно и воду, да, и землю использовать, не загрязнять воздух тоже. Вот, потому что это не наше, да. Это не наше, это нам не принадлежит. Нам творец это дал на попользоваться, скажем так. И надо пользоваться осторожно. То есть если нам кто-то даёт, например, свою вещь, да, попользоваться, например, ручку пописать, да, то мы стараемся её не поломать, да, не запачкать, отдать в таком виде, в каком взяли, да. А то, может, ещё и лучше, ещё и там. Шоколадку купить на магазине, да, в качестве благодарности. Точно так же и с природой, да. Это то, что нам дали на попользоваться. Поэтому очень-очень важно, да, как бы не портить это всё. И, как бы, современное общество, которое забыло, да, всевышним считают, что это всё, человеку принадлежит всё, да. Все природные ресурсы, человек-хозяин, он может уничтожать природу, уничтожать животных, заставлять животных страдать, да. Но это неправильно, да. И мы видим, чем это заканчивается. То есть хочется, либо не хочется, это неправильно. Вот. Если мы, как бы, ведём себя правильно и правильно пользуемся природными ресурсами, всё у нас хорошо. И вот этот, как раз, седьмой год. Потому что земля истощается, да. Земля, когда рождает плоды, она истощается. И ей нужно тоже время, чтобы отдохнуть и восстановиться. И вот поэтому год шмяты. И как раз вот сейчас этот год, он тоже год шмяты выстраивали, тоже не обрабатывается земля. Ну, сейчас так мир как бы сообщается, да. И можно завести тоже зерно, те же самые овощи, фрукты из других стран. Да, это неправильно сейчас. Вот поэтому как бы проще, что это всё исполняется. Вот. И каждый 50-й год, там год юбилея, евроян юбилей, когда свободу получали рабы евреев. Вот. А наследные наделы, да, за исключением домов, в городах, отнесённых к стеной, возвращались своим хозяевам. Потому что именно тоже Всевышний раздал у белых сынам Израиля, а никто другой не имел права менять и прислать. И вот, то есть как бы, ну, об этом тоже рассказывает глава. Что делать, да. Вот. И тут, потому что все вот эти вот наши отношения с природой, да, наши финансы тоже, они все находятся в виде Всевышнего, да, они не то, что полностью наша собственность, да, они находятся в виде Всевышнего. Если мы себя ведём правильно в этих областях материальных, да, это всё начинается с духовного. Если у нас в духовном всё правильно, то у нас и материально всё. Ну, понятно, что никто из нас несовершенен, и все мы постоянно совершенствуемся, да, поэтому, как бы, иногда бывает что-то не то. Да. Хорошо. Теперь сейчас посмотрим ещё парочку минут. Ну, а теперь, да, из той же нашей серии, которую мы ходим, о чём эта глава. Мы будем уже начинать обсуждать, да, все вот эти подробности. Ну, вот это я сегодня показываю. Последний. Мы уже будем рассказывать. Так. Вот. Всё. Угу. Сейчас загрузится, да. Да. Ну, идём дальше. Недельная глава Торы Беарр. Глава Беарр начинается законом о седьмом годе. Шмита. Из всех годов наиболее ценен седьмой, ведь сказано в Торе, а в седьмой год, суббота Богу, поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезай. Всемогущий обещает, того, кто не обрабатывает свои поля в год шмита, он одарит щедрыми благословениями, дав пищу и на этот год, и на последующие. В прошлом, в год шмита, евреи открывали свои поля для бедных, тем самым во многом помогая им. Фермеры, тяжело работающие в течение всего года и всей своей жизни, в год шмита имеют возможность не работать в поле, а изучать Тору, жить духовной жизнью и уделять больше внимания своей семье, детям и близким. Во всех странах мира земля не имеет права на отдых, и только в одной единственной стране мира Израиле у земли есть год шмита, потому что эта земля особенная, священная. Год шмита напоминает всем евреям, что земля принадлежит Богу. Фермер, выращивающий урожай, пожинающий плоды своих трудов, может подумать, что земля принадлежит ему. В год шмита хозяин не работает на своем поле, а также позволяет пользоваться своим полем всем желающим. И тогда фермер вспоминает, что земля не является его собственностью, а принадлежит всевышнему, ведь настоящий хозяин земли Бог. Давайте познакомимся с основными законами года шмита. В год шмита запрещено сажать и сеять, вспахивать поле, поливать и удобрять землю, жать и собирать урожай, брать много фруктов и овощей себе домой. Можно поливать фруктовые деревья и ухаживать за ними, чтобы они не погибли. Можно собирать фруктовых деревьев плоды в не очень большом количестве и приносить их домой. А теперь вопросы. Вы ведь внимательно слушали. Как часто наступает год шмита? Седьмой год. Седьмой год, да, правильно. Скажите, седьмой год. Что обещает Всевышний тому, кто не обрабатывает свои поля в год шмита? Чем занимается фермер в год шмита? Ничем. Он может только немного обрабатывать... Читает пол. Да, да, отдыхает. Ну, нужно всем отдыхать, да? Не только в земле, но и фермер отдыхать тоже. Да. Там еще написано, что 6 лет они женают, собирают виноградники свои. А в седьмой год они ничего не должны брать. Ну, только немножко. А как им прокормиться? Это так, что Бог сказал, что он им в эти 6 лет даст очень большой урожай. Вот. Ну, смотрите. Сейчас, конечно, сейчас прокормиться не проблема, потому что, как бы, можно привезти из других стран еду. Вот. Ну, и раньше делали запасы, да, собирали, делали запасы и за счет этих запасов кормили. А можно садить квитки? Вот. Ну, насчет цветов, по-моему, это не распространяется, да, но тут зависит, кто какую традицию, да, какую традицию соблюдает, да. Менее строгое можно, более строгое тоже не сажают, да, вот, потому что цветы тоже нужно отнести к плодам земли. Вот. Ну, вообще, как бы, цветы мы же не кушаем, да, хотя есть, в некоторых кухнях кушают, да, цветы, такая высокая из кухня. Или, например, украшают. Да, да, ну, скажем так, это не совсем пища, да, хотя, ну, цветы, смотрите, если так подумать, они тоже истощают землю, да, они же тоже из них отберут минеральные вещества, например, думаю, каждый уже должен сам себе решить, да, хочет он это делать, дать себе отдохнуть, да, либо использовать. Просто если есть цветы, можно немного отравиться. Да, да, есть цветы просто разные, есть ядовитые цветы, просто, да, ну, и тоже овощи, фрукты тоже есть ядовитые. Наверное, в школе учили, что когда привезли картошку, да, в XVIII веке, очень многие картошкой травились, да, почему? Потому что они кушали не клубни, а кушали вот эти вот ягодки, да, картошки, вот, они же ядовитые абсолютно, да, и поэтому как бы тут надо говориться ко всему подходить осторожно и с умом, да, и все осмысленно. Ну, в общем, задача такой. Нам такое в школе не рассказывали. Ну, расскажут, потом еще, в школе бывает рассказывать, бывает не рассказывать, да, можно и самому надо тоже много читать и смотреть, да, если много интересного, но потом, может быть, вы будете учить историю про старше, да, вам рассказывать, что были картофельные бунты, даже, когда вот в России привезли картошку, начали ее водить, были картофельные бунты, потому что они кушали не клубня, а кушали, говорится, то, что росло сверху, оно очень ядовитое, абсолютно, люди травились, да, вот, поэтому тоже очень важно знать, что кушать, потому что не всегда все можно отмечать у всех растений. клубня хорошая, да, как у картошки, ободвух, картофельную лучше не кушать, потому что вот так вот, да, правильно, вот, это вот так вот выглядит. Ну и, конечно, да, понятно, что год шмиты строго соблюдается в земле Израиля, да, вне Израиля, то есть, как бы, тоже можно соблюдать, да, но не дается кому-то строго обязательное будет, если бы была цель, вот, потому что, ну, как бы, в диаспоре немножко другие, да, законы жизни, мы все-таки живем в том окружении, которое не слишком нас понимало, скажем так, они не прожделы, но они, ну, до конца не понимают, что мы делаем и как мы живем, да, поэтому лучше, как бы, вести себя осторожно, чтобы не было каких-то, не создавать какие-то напряженные ситуации, да, они никому не нужны, вот, ну, и, как бы, тут уже нужно подходить творчески, да, к законам, которые объяснены, то есть, вообще надо думать и подходить с умом, да, не просто механически, вот, хотя верность, нет, вот, это очень важно, да, тут, у творчества должна быть, должна быть граница очень четкая, а не то, что я все хочу и ворочу, так, хорошо, да, вот, вот такое очень интересное у нас сегодня, или хочу вам какие разные интересные я сейчас нашла истории, да, почитать, связанные с этими законами, да, потому что тут, там еще кроме юбилейного кода, да, кроме Шмидты, еще разные там аспекты описываются в этой главе, как обычно, да, мы знаем, семь, десять, семь, значений дары, да, очень глубоко и очень-очень много разных значений, да, и тут обсуждается материальное, запрет взимать проценты, давать деньги, взайнуть под проценты, вот, но это касается только среди своих, да, потому что, как я вам говорила, все евреи, это одна, как одна семья, потому что родственникам деньги, ну, по-разному, бывают сейчас родственникам деньги под проценты, да, но вообще, как бы, это не принято, если занимаем деньги своим родственникам, то уже просто, да, занимаем, ничего за это не хотим, качество помощи, вот, хотя, как бы говорят, что лучше не занимать, а если у человека нуждается в деньгах, просто помочь дать ту сумму, которая не будет, да, тяжело дать ее, потому что очень часто бывает, что человек не может отдать долг, возникают нехорошие, некрасивые ситуации, и люди ссорятся, понимаете, поэтому лучше, как бы, долг не давать, не брать, вот, но если, например, необходимо снять денег, да, для чего-то там, есть такая возможность, то полное, запрет брать проценты за это, то есть наживаться, да, вот таким образом, вот, понятно, что для неегитых евреи давали подпроценты, и так было на протяжении долгого-болгого времени, в Средневековье, да, потому что евреи не могли заниматься другими профессиями, запретом, вот до 19 века, вот, и поэтому, как бы, за это тоже не любили, потому что давали подпроценты, так, вот, но и, как бы, еще есть причина, что творец запрещает, да, такую финансовую операцию, вот, когда человек занимается бизнесом, всегда есть риск, да, кто сказал, что приобретенные за большие деньги товары, на них будет спрос, да, говорят, что человек что-то купит, хочет продать, да, они берут это, и кто сказал, что сумма вложенная в строительство многоквартирного дома купится, она всегда есть риск, вот, но исключение от заем денег под процент, да, взаимодавец практически со стопроцентной вероятностью знает, что по истечении определенного срока его деньги будут не только возвращены, то есть они еще будут, они вырастут, да, увеличатся в размере, вот, конечно, бывает, что не отдают, но такое положение вещей абсолютно противоречит связи со Всевышним, потому что именно от него зависит наше материальное положение, именно он решает, удачно будет та или иная сделка, да, удачно будет быть бизнес или нет, в Рош-Хашана мы все на год получаем свой финансовый план, определенная сумма денег нам выделяет, мы не знаем, правда, какая, да, вот жалко, конечно, если бы малка рассчитывала бы на что-то, но, вот, можно, конечно, попросить изменить этот суд, этот приговор, но вообще в Рош-Хашана все это выделяется, кроме средств, которые мы потратим на субботу, да, поэтому говорят, что если есть возможность лучше в субботу отпраздновать как можно более хорошо, потратиться, да, потому что эти деньги они как бы не считаются, вот, но, опять же, если у человека сложная финансовая ситуация, наша традиция разрешает даже не отпраздновать субботу, не тратиться на субботу, не ясно, главное, чтобы не залезать в долги, да, и не занимать, вот, и вот такой очень разумный подход, но все это решает Всевышний, да, в какой финансовой ситуации мы будем и все в его руках, поэтому можно тоже и молиться, и просить, вот, и чтобы какие-то суды пришли строгие, чтобы суды изменились, да, но опять же, это не говорит о том, что не нужно самому ничего делать, вот, то есть, но если человек рассчитывает только на себя, да, на свой ум, на свою хитрость, на свою своротливость, даже, может быть, на свое трудолюбие, но исключительно на себя, то есть, тогда как бы Всевышнего нет, да, это уже безбожие определенное, вот, и вот, и поэтому, как бы, запрещено одалживать деньги как проценты, вот, потому что тогда деньги, это как бы все происходит без участия Всевышнего в ситуации, да, и сказано в нашей традиции, что такой человек, который одалживает деньги под проценты, да, не воскреснет после пихода на шахах, это очень, очень страшные слова, да, вот, и была вот такая история, которая произошла в городе Познань, да, Познань, это в Польше, и раввином в этом городе было ради Акива Эйгер, и он был очень таким большим рынком, таким духовным лидером, скончался там местный богач, и его сыновья обратились в похоронное братство, которое занимается, евреев, называется Хевра Каджиша, и, к удивлению, сумма, которую запросили за погребальные услуги, оказалась очень большой, обычно берется сумма небольшая, почему? Потому что считается, что это такое временное пристанище перед тем, как придет машина, да, немножко там надо побыть, да, как временная гостиница, поэтому там у тебя будет недолго, да, много платить не придется за аренду, вот, и поэтому сумма очень обычно символическая, но тут с ним запребовали очень большую сумму, да, и дети начали выяснять, да, почему так, в чем дело, да, почему так было, и рабе от него улыбнулся, вот, этот богач был не только скупым, да, который не давал бедным ни грошам, но он на всю свою жизнь одалживал деньги в проценте, вот, и поэтому аренда помещения для него очень дорогая, потому что он будет там долго, придет на шахт, и он не воскреснет, да, и он не воскреснет никогда, и поэтому он там будет навсегда, в этом временном пристанище, временном жилище, и поэтому его арендная плата очень высокая, вот так, поэтому очень такое серьезное решение, понятно, что вы сами банки выдают досуды, и, кстати, берут тоже определенный процент, как это, поменяют, выдают там на квартиру купить, как обычно в Европе, да, все это в мире, вот, но тут как бы немножко другой подход, потому что человек таким образом зарабатывает где обретает определенное благо, и он, например, может на ней зарабатывать, вставать, живет постоянно где-то в одном месте, не тратится на аренду, он тоже как бы таким образом зарабатывает, и вот он получается просто как бы отдает часть своего заработка благодарности то, что ему дали возможность вот, как бы это тоже своеобразный бизнес, да, и вот как бы банк, и человек тогда вместе делают бизнес, да, и делятся, с банком как бы прибыль, прибыль, если бы, может, это будет, да, вот такие вот такие, но тут для нас самое главное, что всегда то, что мы получаем, да, материальное, оно идет свыше, и, например, если у нас какие-то начинаются проблемы, ну, вы еще дети, да, но все равно знаете, законно надо, потому что вырастите и пойдете работать, бизнес, да, нужно знать, каким образом на этой стороне, вот, что если там наверху что-то не в порядке, да, начинается беспорядок внизу, если наверху все в порядке, и внизу, да, тогда нужно подумать, что же я там не так сделал в моих отношениях со Всевышним, что Всевышний меня предупреждает, да, вот, если все идет нормально, да, тогда финансово тоже все, да, но опять же все в руках Всевышнего, потому что все в его руках, вот, и следующий аспект, который я хочу с вами обсудить, да, история еще одного человека, да, тут мы главе ГРА читаем о выкупе, да, о том, что если кто-то из общества Израиля попал в сложную ситуацию, финансовую, либо в рабство, да, обязанность ему помочь, обязанность ему выкупить, да, потому что его душа цена Всевышнего, и если мы этого не делаем, мы очень тяжело грешим, да, вот, как раз в этой главе об этом как-то. И вот хочу вам рассказать историю одного человека. Его звали Мендельшот. Его могила сейчас находится в Твере. И его как бы была такая ситуация, которая свела его с ума и заставила пойти против его Творца. Он как бы наподобие как бы подался идолом языческим, служил идолом. И ну и как к нему тогда относиться. То есть как бы логично отлучить, прекратить с ним любое общение, отвергнуть. Но Тора предписывать прикину на помощь человеку, да, вытащить его из этого песня, чтобы не решил, раз он стал служителем идола, столкнув камень западающим сказано. После продажи пусть совершится выкуп его. Один из братьев его должен выкупить. Ну тут раньше это понималось в прямом смысле, да, вот, а сейчас понимаем духовно. Эта история произошла в Венгрии, да, и вот в одной школе учился блестящий молодой человек. Его Всевышний благословил многими-многими талантами. Но, увы, только скромности не было в числе этих талантов. Он очень себя высоко ценил, он считал себя большой звездой, да, считал, что он будет очень быстро его звезда зайдет, он будет известен. И он хотел стать большим родином, получить должность родина. Он отлично учился, да, он прекрасно блестяще сдал экзамены, экзамены. Ему дали разрешение учить, вот, да, но может потому, что те, от кого это зависело, понимали, что он высокомерный, да, и гордый, вот, ну, и плюс он еще не был женат, да, был молод и полос, еще как бы неопытен, то есть он пытался занять где-то статерапином, но община его не принимала, ни одна община его не принимала. Вот так вот. А вместо того, чтобы спросить себя, для чего мне это, да, что я должен себе исправить, вот, чтобы получить желаемое, он стал злиться на себя, да, на глав общении, на удачливых соперников раввинах, на всех членов общины, которые его не выбрали, потому что мы знаем, да, как община выбирает, раввина, это не священный, да, раввина, это человек, который знает больше других и он служит общине, да, и община решает, будет он их учить, не будет их учить, хотят, не хотят, то есть это не как священие, да, в христианстве, это абсолютно немножко по-другому потому что еврейское общение, да, и в любой другой, да, общение, то есть все решает община, да, вот так вот. И вот наконец-то он так обозлился, да, и он решил всем отомстить, да, он не подумал, что надо поработать над собой, как-то из них, все, да, он решил, обозлился и отомстил, да, и что он сделал, да, он оставил еврейство, да, крестился и поступил в духовную семинарию, да, в католическую духовную семинарию и там сказал, вот там действительно его оценили, да, вот, и оттуда вот он всем покажет, какой он крутой, да, но и действительно он был очень целественным данным человеком, умным, образованным, талантом, он и очень хотел, да, он собрался на вере, вот, и прошло, прошел определенный отрезок времени, он стал даже кардиналом, да, и он занял высокую должность, которая дала ему большую власть, да, вот, и он не только держал эту власть, он еще стал антисемитом, вот, он именно подстрекал, и так как как человек, который вышел из даизма, он все это знал, он публиковал статьи полной клеветы, да, вот, и подстрекал, именно подстрекал, разжигал антисемит. Вот, 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 вот до этого он докатился, да, и началась Вторая мировая война, да, и он стал чувствовать, что его положение не такое прочное, да, вот, и потому что как бы он, кем был он, остался по рождению, да, он не меняется, крестился, не крестился, это все равно, да, вот, и даже, как мы знаем, даже тех людей, которые крестились, там, были там монахами, священниками, их все равно убивали, в консулу верят, да, и наконец-то совесть его замучила, объяснился ему кошмарный сон, он не хотел умирать, да, в таком состоянии, и он пришел к Равину, да, который помогал сиротам и беженцам, переселенцам и бездомным в этой ситуации, и решил рассказываться, решил сделать шубу, вот, он вернулся к Тори Квери, склонил голову и просил предписать ему действия, необходимое на настоящее расходование, но Равин не велел ему истязать себя, лишь дал какие-то символические действия, потому что вполне достаточно было презрения окружающим, да, презрения, которое он получал в общине, за то, что он сделал, вот, то есть ему мучения доставались уже до забилия, да, потому что пострадало очень много людей из-за него, вот, и эти люди сейчас, и те пострадали, их родственники просто не скрывали своей неприязни, как она начала его, да, вот, проклинали его, отвергали, но он все молча смесил, он оставался один, закрывался, проводил дни и ночи в молитве и мольбе, постился и читал цели, вот, он, таким образом он решил искупить, смыть и очиститься, то, что он сделал, да, и в конце своих дней он приехал в Израиль, продолжил жизнь, посвященную раскаянию и искуплению, да, вот, и говорит наша традиция, что на том уровне, где находятся раскаявшиеся, даже совершенный праведник не может находиться, вот, и благо, что вот раввин, к которому он пришел, не оттолкнулся, он поддержал, был с ним добр, приветлив и помог ему выставить, на этом пути джуре обращения, да, и однажды его спросили, скажите мне, пожалуйста, да, вот, в свое время, когда случилось то, что случилось, когда вы покинули убийство, да, хлопнули дверью, отказались от веры, обратились к отвратительному, чуждому служению, да, стали священником, стали кардиналом, подстрекали и подили грех, почему вы не пошли до конца и не сменили и не хранили, вот, и тогда кающийся ответил, я сохранил свою фамилию, потому что я знал, что когда-нибудь я обращусь и вернусь, да, видите, в душе он все равно остался тем, он понимал, что он попал, да, но все равно где-то в глубине души он понимал, что он вернется, и вот точно так же многие, да, многие из нас, то, из таких семей, которые свое время пустели, да, оставили убийство, вот, все равно, как бы, это все, все равно, этот дар, он остается, да, он остается в этой семье, он остается в этом роде, и потом люди возвращаются, возвращаются именно к источнику, да, к Всевышнему, что бы то ни происходило, всегда есть возможность вернуться, и поэтому тоже сегодняшняя глава нас учит, что всегда нужно такого человека только поддержать, да, что, понятно, Всевышний может быть с тех человек разным, да, но не знаем его пути, и я всегда на своей жизни не буду жить. Вот, видим, что некоторые действительно уходят, отбаляются, окрасают, но нельзя этих людей осуждать, нельзя их позорить, да, наоборот, надо помогать, да, поддерживать, помогать, потому что они могут вернуться, да, будет момент, когда они вернутся, да, даже если такие люди, да, как история этого человека, которое мы читали, вот, раскаялся, вернулся, то другие тем более, да, вот человек менее права сказать, что касается злословия и длительной задержанности. Приказка, кажется, да, приказка все вернется бумерангом. Да, все бумерангом, да, вот, если мы сложим, да, наши гордыни, потом мы получаем, да, за все наши действия есть плоды, да, за хорошие, мы получаем хорошие плоды, за плохие, да, ну, такой закон должен, да, так всевышний закон, да, вот, что все возвращается, да, и поэтому как бы нужно смотреть, смотреть очень внимательно, что мы делаем, да, куда мы делаем, потому что всегда приходит расплата, да, чтобы человек не думал, да, чтобы человек некоторые, вот, безбожные их мечтают, царелин, да, нет, всевышнего делаю, что хочу, да, я там не верю, ничего не понимаю, а потом приходит расплата, да, у этих людей начинаются какие-то проблемы, да, очень тяжелые, вот, и они не понимают, да, откуда, там, дай Боже, там умирают дети, умирают родители, да, вот, и эти люди слепые, они не понимают, да, что это из-за того, что они там кого-то обидели, да, унизили, вот, потому что Всевышний все видит, да, он потом заступается за обиженных, нижних, вот так вот, ну, если знать, как бы, эти правила, да, не нарушать, хорошо, да, проблема в том, что большинство людей не хочет эти правила знать, да, ну, может быть, до поры до времени, как мы говорим, очень скоро все будет, мы все будем едины, и потому что Всевышний едины, да, и только он один есть, и все мы потом к нему, все мы потом к нему придем, и ползнем, вот, и, то есть всегда есть надежда, да, всегда есть надежда, и всегда, как бы, не поздно учиться, всегда не поздно обращаться, да, и всегда не поздно делать, абсолютно, да, и потому что всегда, как бы, за нами стоят наши кроцы, за врачами, и вот поэтому женщины, тогда мы зажигаем свечи, мы вспоминаем всех наших праматерей, да, которые тоже зажигали свечи, и идет вот эта поддержка, эта цепь, да, эта преемственность, потому что до нас многие, многие поколения это делали, и после нас все наши потенки это будут делать, вот, это здорово, это чудесно, потому что мы не одни, да, мы, как бы, всегда находимся в большой, дружной семье, и материальной, и духовной, да, вот таким образом, потому что Всевышний всегда помнил свой совет, и вот я вам хочу еще последнюю историю прочитать, дай сегодня рассказать, вот, один еврей, человек мудрый, преданный, был советником и правой рукой царя, вельможи завидовали ему и стремились дискредитировать, опозорно, царь отказывался верить в клевике, но уже есть свойства, даже если ее не принимать полностью, половина все-таки проникает в сознание, навет следовал за наветом, оговор за аковором, и царь решил вызвать еврея на суд, вельможи. Судьями он посадил своего сына и двух вельможи, им предстояло решить судьбу его преданного советника. Первый вельможа сказал, «Если спросят на его мнение, пусть приговорят его к пыткам, которые тяжелее преисподней и больше смерти, и пытают, пока не выйдет из него дух, и пусть это станет предостережением для всех пентовщиков, которые подкапываются под царский трон и предают своего господина». «Не понравилось это царю». Он обратился к подсудимому и спросил, «Что ты ответишь на это?» К его удивлению, советник оставался спокойным, даже чуть-чуть ловался. Он спокойно ответил, «Природа». Изумился царь странному ответу. Видел, что советник не собирается объяснять, что это значит, он обратился к второму вельможу. Второй вельможа испытывал жалость к опальному советнику. Он сказал, «По-моему, будет достаточно пожизненного заключения в темнице, а все имущество пусть это идет в казну. Так добудется всяким, кто обманул доверие и несправедливо нажил богатство». Царь обратился к советнику, который по-прежнему был сплавным. Спросил его, «Ну, есть тебе что ответить?» Поклонился советник царю и сказал, «Природа». На этот раз царь не сдержал удаления спаси. Как это понимать? Советник вновь поклонился и сказал, «Господин мой царь поймет этот ответ в великой мудрости в своем». Пожал плечами царь и обратился к своему сыну, третьему судью. «А ты как полагаешь?» ответил царский сын с горячей. «Отец, на чем основаны эти обвинения?» «Ведь они же не привели ни одного доказательства, ни одного свидетельства. А верная служба советника в течение долгих лет доказательств не требует. Его преданность доказана, верность известна. А что могут предъявить эти? Кревету, обрывки слухов, которые передают его враги и завистники. «Если у тебя советник преданнее, умнее его, вернее его, мой совет, отец, повысить его в чине, в награду за преданную службу и одарить великим богатством, чтобы он забыл об обвинениях, выдвинутых против него и об этом суде». Просветлело лицо царя, но когда он обратился к советнику, видел, что тот спокоен по-прежнему. Царь уже знал, что скажет советник. Спросил царь, «А теперь что ты скажешь?» Он ожидал все-таки услышать, как советник будет восхвалять и превозносить царского сына за его речи, благодаря которой он сохранил жизнь и свободу. Но советник, поклонившись, вновь ограничился одним словом – природа. Терпение царя закончилось, он закричал, «Может быть, ты наконец объяснишь, что это значит?» Поклонился советник от лица. «Я сказал моему царю, что он поймет этот лиц сам, но теперь я подумал, что, возможно, у царя отсутствуют некоторые сведения, если царь согласен, ему их сообщать». «Сообщать?» – говорился царь. «Кто сообщил?» «Двое твоих сановников», ответил советник, и обратился к вопросам к первому вернушку. «Скажи мне, пожалуйста, кто твой отец?» «Мой отец был местником», ответил тот. «Но какое это имеет отношение?» Советник, не ответив ему, обратился к второму вернушку. «И ты открой нам, пожалуйста, кто твой отец?» Растерялся тот и ответил. «Мой отец был пекарем, но я тоже спрашиваю, как это связано?» «Понятно», – скричал царь, перелая вернушку. «Отец первого был местником, резал и обезглавливал, расчленял и рассекал. Лучший из местников соучастник – аналекка. И сын его так же жесток, как отец. Поэтому и приговор был в его страшные пытки и мучения, которые горше, чем смерть. Отец второго человека был человеком простым, подход его сына тоже прост. Он поверил клевете, но не требовал пыток и мучений. А мой сын царского рода, его природа – добраться до соти вещей, отобраться до большевых услугов и рассеивая туман безосновательных обвинений, рассматривать то, что было на самом деле и находить из цены. Действительно, ты прав, говоря, что все эти тремения были обусловлены природой этих людей, природой их родителей, запечатленных в них. Ты мудр и нет разума в тебя. Ты будешь вторым после царя, и весь народ станет делать то, что ты скажешь. И это то, что мы имеем в виду. Это Бог наш и Бог отцов наших. Мы должны помнить, чьи мы дети. Чьи мы дети, что мы дети Авраама, Исаака и Израиля. Чьи мы дети. И даже если закончилось действие заслуг наших братцов, не закончилась наша наследственность, потому что мы их потомки и в них наши свойства. Мы их дети. Мы верим, потому что они век. Мы милосердны, скромны и готовы прийти на помощь, потому что свойства наших братцов укоренены в нас. И даже если мы грешим, если у нас нет собственных заслуг, мы обращаемся к Создателю и говорим, посмотри на нашу основу, наша основа хорошая, наша природа хорошая, и она стоит на прочном фундаменте. И у нас всегда есть способность к исправлению и есть шанс стать лучше и подняться. И вот на этом я хочу сегодня закончить. Чтобы все было понятно. И такое у нас сегодня ободряющее слово. Мы всегда помнили, кто нам. И эти митвот, соблюдение митвот нам помогает. Все, хорошо. Так, а ценные, да, жду вас в 12, да, но это больше будет как собрание. Посмотрю, кто, сколько вас, да, пока, может быть, еще, может, алфавита разберем. Вот, смотрите, что это. Это Марищевская. Да. Что там? А что будет не вред? Что будет не вред? Что будет не вред? А уроки по айвриту будет платные? Вот, посмотрим, да. Хорошо. Да. Там связь прервалась, я не расслышала, что ты сказала. Тореку, пожалуйста. А уроки по айвриту будут платные? Вот, да, они будут платные, да. А поскольку? Вот. А поскольку? Цена будет очень небольшая, да, но это мы будем обсуждать с родителем, потому что вы же еще сами платите, да? Платят, платят родители. Поэтому цена обсуждается. Будет детский иврит. Да, это будет детский иврит. Да. Ну, не бойтесь. Так, здравствуйте. 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 Очень рада вас видеть. Боже, тоже рада вас видеть, да. Вашему предложению. Очень бы хотели, чтобы детки наши изучали иврит. Очень бы хотели. Если бы, да, чтобы набралась группа, мы будем очень благодарны Богу, вам, и очень хотели бы, чтобы наши детки изучали. Конечно. В цене потом договоримся, да? Да. Вы знаете, что я не жадная, я не гребу про себя. Но говорю, если делать это бесплатно, это не будет цениться. У меня уже были такие случаи. Я, кажется, даже работаю харитативно, но потом получалось, что люди не ценят этого, когда это все бесплатно. А язык требует, чтобы постоянно занимались. постоянно приходили, занимались, иначе не будет смысла. Поэтому, как бы, какую-то символическую цену я устанавливаю. Это просто для дисциплины, для организации. Из-за того, что я гребу под себя, если сильно там заработать хочу, вот, ну, вы же меня уже знаете, да? Но, как бы, тоже финансы, это важная часть. Мы сегодня уже говорили о финансах, и дети тоже должны понимать эту составляющую, да? То все бесплатно быть не может. Такой у нас, как бы, труд, он оплачивает. Да? Вот так вот. Да. Понятно, что, такие будут условия, чтобы ни для кого это не было тяжело. Да? Если хочет заниматься, пожалуйста, да, он должен иметь возможность. какое будет домашнее задание? Так, домашнее задание сегодня, да? Нарисуйте, пожалуйста, сколько свечей, да, вы зажигаете. Зажигание? Так, разок. Да, да, сколько, да? Какие свечи, сколько вы зажигаете в сау шабар, да? Подсвечни и подсвечни, да? Потом мне покажут. А ты сам. Хорошо. Все, тогда мы прощаем. Написывать цифры или сами свечи. Вот. Все, свечи рисуйте, да, и подсвечни. Да? Цифры тоже можно написать, ничего страшного, да? Вот. Хорошо. Все, тогда мы встречаемся на урок, на понедельник, или через неделю, как обычно, да? А и через час будет такое, как собрание. Да? Я посмотрю, сколько вас, да? Как, что, и мы поговорим. Возможно, даже сделаем так, чтобы вам было удобнее по времени. После детского урока сделаем перемену на 5-15 минут и время поставим, например, 11-15, чтобы до 12-ти закончили. Урок будет у нас 45 минут. Вот так вот. Таким образом. Потому что, ну, чтобы вам было... Сара Светланович, я скажу. А во сколько, а во сколько подключиться? Подключиться в 12, да? Понятно. 12. А что надо на урок? Зашите ручку. Да, пока возьмите зашите ручку. Я говорю, пока просто мы сделаем как такое собрание организационное, еще не будет полномерного урока, потому что надо сейчас еще организоваться, организовать, да, сделать список, что договориться за время, договориться за формат, за учебники, при этом еще вначале это сделаем. Если у вас есть какие-то книжки, какие-то учебники, соберите их и покажите, да, что у вас есть. Расскажите, что вы уже учили. Если что, кто-то узнал, Даринка уже учила, да, я делала учебник, по которому учила. Вот, чтобы я знала, на каком вы уровне, да, сегодня будет такой у меня есть Сидур. Вот, Даринка Сидур свой покажет, и у кого там есть Сидур, и кто уже умеет читать, да, покажет. Я посмотрю, то, что знает, не знает, чтобы не было словом скучно. Я читаю молитвы. Вот, кто-то уже умеет читать, кто-то еще не умеет, да, посмотрим. Все, тогда Коль Туф, всего хорошего и Лейтроу. До свидания. Спасибо вам за этот чудесный урок. Вам тоже, спасибо, что пришли. Всегда рада вас видеть. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok